Добрый день. В эфире первая программа из цикла «Дискуссия поколений». Сегодня мы говорим о высшем образовании в Беларуси, о самой системе высшего образования, о том, какая она есть сегодня, какой она должна быть, и какое ее видит старшее поколение и более молодое, что можно было бы исправить по мнению старших поколений и младших, и что можно было бы оставить таким, какое оно есть. В студии Александр Власкин и Ксения Илья Шевиш. У нас сегодня в гостях Сергей Альфов. Юрист, преподаватель, доцент. Давайте тогда начнем с основной, так сказать, ключевой темы сегодняшней передачи – высшее образование в Республике Беларусь. Вот мы как раз говорили перед передачей о том, как его можно охарактеризовать. Сама система высшего образования в Беларуси, она самобытна или больше стремится к западным образцам, советским образцам, или с чем ее можно сравнить вообще? Ну, если исходить из высшего образования Советского Союза, то образование в Республике Беларусь, оно такое же самобытное, как и высшее образование в Советском Союзе. В общем-то, за время независимости Республики Беларусь сама система высшего образования несущественно изменилась. Нельзя сказать, что она не изменилась. Она, естественно, изменилась, учитывается какие-то новые веяния, которые в высшем образовании используются и в западных странах. Но, тем не менее, в подавляющем большинстве сохранилась вся та система высшего образования, которая была в Советском Союзе. Это практически достаточно серьезное комплексное образование, которое получают вне зависимости от своей специальности и студенты, занимающиеся по различным техническим отраслям, и по гуманитарным отраслям, и по естественным отраслям знаний. Что, в общем-то, не совсем свойственно западной системе образования. И в этом, наверное, ее самобытность. И есть в этом, наверное, определенные плюсы. Плюсы в том, что студент, кроме чисто своей узкой специальности, либо тех предметов на Западе, которых он выбирает для того, чтобы несколько расширить свой кругозор, у нас получает достаточно серьезный блок знаний. Также и по иным, в том числе, гуманитарным составляющим. Ну, вполне естественно, что вряд ли необходимо изучение истории, политологии, иных философских дисциплин для специалистов, которые занимаются техническими проблемами. У нас это обязательное изучение, оставшееся из Советского Союза и до сегодняшнего дня, очевидно, оно дает определенное развитие интеллекта для студента. И это, в общем-то, является плюсом. С другой стороны, наличие большого количества дополнительных предметов, ненужных будущей специальности, сужает возможность для студента получить больше объем знаний непосредственно по своей будущей специальности, что является минусом. И мне все-таки представляется, что в советское время уклон был сделан где-то так, 50% на интеллектуальную составляющую, скажем, гуманитарной дисциплины. А у меня первое образование естественное и химическое образование, второе образование гуманитарное и юридическое, где, к счастью, уже эти дисциплины не изучал, поскольку мне зашлось то, что учил по первому образованию. И оно где-то так было в 50 на 50%. Очевидно, что это, наверное, излишне много и полностью, особенно, скажем, если студент учится в университетах, получает университетское образование, отказываться от гуманитарной составляющей даже для естественников, наверное, нельзя. Но, наверное, необходимо ее сократить в существенной степени и дать возможность, как на Западе, студентам по выбору выбирать и конкретную гуманитарную составляющую, которую он хотел учить. Очевидно, что в этом случае он и лучше будет учить, поскольку он сам это выбрал и не будет это давлением сверху непосредственно. А с другой стороны, можно расширить возможность для студента изучить более конкретно выбранную специальность, получить более качественное знание. То есть можно было бы оставить какой-то базовый набор гуманитарных специальностей для всех и остальное дать возможность, то есть отойти от фиксированных программ, которые сейчас существуют в Республике Беларусь, для того, чтобы студент мог развиваться в том направлении, в каком? На самом деле в этом некоторая проблема. Проблема в том, что каждая кафедра, как общая институтская, либо общая институтская, так и специальная, она имеет свой контингент преподавателей, и этот контингент преподавателей должен получить соответствующую нагрузку. Значит, если мы переходим от фиксированной нагрузки преподавателей к плавающей нагрузке, это приводит к тому, что кафедрам намного тяжелее будет планировать работу конкретных преподавателей. А это уже немножечко другой принцип работы. Это принцип работы, что иногда приходится приглашать преподавателей со стороны, давать им, естественно, соответствующую качественную заработную плату за это приглашение, чтобы они отчитали свой курс студентам. Может быть, иногда достаточно быстро, оперативно отчитали свой курс, приняли у студентов зачет либо экзамен, в сессию либо не в сессию, что тоже требует определенных изменений нашего учебного процесса. Для того, чтобы студент по выбранной специальности мог получить действительно качественное образование. На сегодняшний день система высшее образование в том состоянии, в котором она находится, она все-таки малоподвижна. Она закопрещена на конкретных выбранных предметах, на планах, которые рассчитываются на год. И от этих планов в течение года отойти уже невозможно, поскольку это требует достаточно большого количества согласований, не только внутри института, но и на уровне Министерства образования, изменения планов. Любое бюрократическое изменение, оно само по себе, наверное, достаточно тяжелое. Ну, а тут еще можно разговаривать про то, что, когда неким образом реформовать нашу систему эдукации, то нужно быть подрихтованным до того, что нас просто придется освободить некоторых людей. Ну, нагрузка, снова же, вы говорите про то, что нагрузка у некоторых выкладчиков падает. И, фактически, может быть, отримывается так, что некоторые из выкладчиков, они губляют свою некую работу. А эти подрихтованы наши системы в обгляде таких кардинальных изменений. После чего мы вопросами. Знаете, это такой очень интересный вопрос. Больной вопрос для меня, естественно, как для преподавателя. У нас очень большая нагрузка для преподавателей в разных институтах по-разному. Но стандартная нагрузка доцента в зависимости от института либо университета колеблется где-то так от 700 до 900 с лишним часов в год. Если из этого, особенно по гуманитарным специальностям 400-500 часов голосовых, то есть лекционные, частично семинары, где преподаватель вынужден работать постоянно голосом, то это достаточно серьезная нагрузка, которая требует, чтобы преподаватель постоянно готовился к своим занятиям. Я вспоминаю вообще свой первый курс, когда я читал, вот я его полностью подготовил, полностью подготовил лекции написанные. Потом перед лекцией вечером я где-то часа два готовился, потом пришел, приходил на работу, еще порядка два часа готовился для того, чтобы выйти и читать эти две, то есть пару, одну лекция студентам, для того, чтобы студенты поняли, что я им хочу сказать, во-первых, и второе, чтобы мне не было стыдно за то, что я сказал студентам. То есть на самом деле, да, сейчас уже легче, потому как, когда много лет читаешь один и тот же курс, вставляешь туда что-то новое постоянно, но базовое это все равно остается, поэтому легче, но все равно приходится готовиться постоянно, ежедневно для того, чтобы можно было читать свои лекции. Это работа. И вот представьте на нагрузку, у которой преподаватель 900 часов, и будем считать, что пусть даже не 900, 450, но где-то, наверное, 900, как минимум он еще готовится, плюс смотрит литературу, плюс занимается еще какой-то конкретной работой, а там есть все-таки определенная и работа со студентами, и научная работа, и подготовка статей, вот, и в результате, в общем-то, приходится выбирать, а чем же преподаватель может заниматься. И поэтому на сегодняшний день в университетах у нас намного хуже стало с научной работой. Раньше, да и раньше, наверное, она была хуже, чем в Академии наук, у нас поэтому и поставлена была научная работа не университетская, как на Западе, а академическая. В Академии наук в основном занимались, вот, хотя на сегодняшний день, скажем, мои однокурсники, которые работают в Академии наук, доктора, академики, жены-корреспонденты, они в подавляющем большинстве вышли все из университетской науки. Вот такая дилема. С одной стороны, тяжело заниматься, потому что загружен в существенной степени педагогической работой, а с другой стороны, переходя через научную работу, они потом себя тоже достаточно хорошо проявляют. Все-таки, наверное, университеты, они тем и хороши, что дают возможность более качественно развиваться именно научному уму, он становится более гибким, потом в дальнейшем, при численно научной работе проще заниматься работой. С другой стороны, был у меня момент, когда я в начале 90-х годов работал в Германии, занимался исключительно научной работой, вот, но я смотрел, как мои коллеги немцы преподавали в университете. Нормальный профессор отчитывает буквально несколько часов, так, потом дальше после него, после него, естественно, ассистент со студентами на семинарах прорабатывает то, что профессор отчитал, вот, и студенты занимаются очень много самостоятельно, и вся профессора работала вместе со мной и серьезно занималась научной деятельностью. Их научная деятельность оценивалась одновременно с их преподавательской деятельностью, это было чрезвычайно важно, и степень веса данного профессора определялась, наверное, не столько тем, как он преподает, так, а тем, какой он является специалист в науке по данному виду деятельности. Но здесь я могу говорить, я работал как химик, так, сфера была физическая химия, и я мог оценивать именно таким образом. То есть ведущий специалист, хороший специалист, в гуманитарных науках немножко по-другому, но тем не менее. Если на Западе специалист... Я прошу прощения, я вас перебью, вот у нас как раз на связи Кассия Степанова сейчас, вот, операция сказала, что ей дозвонили. Здравствуйте, Кассия. Здравствуйте. Я вот вас представлю, выпускница департамента медиа, журналистика и массовой коммуникации, работает по специальности в Литве и учится в магистратуре ЕГУ. Вот мы говорим сейчас о высшем образовании в Республике Беларусь. Вот вы выбрали обучение в Литве. Скажите, вы рассматривали вообще возможность обучения в Республике Беларусь? Если да, то все-таки почему выбрали обучение в Литве? Конечно, я рассматривала, я поступала в БГУ на журналистику и поступила на бесплатное, точно так же, как и в ЕГУ на бесплатное, я должна была выбирать. И проанализировав, взвесив все плюсы и минусы, я выбрала ЕГУ и ни разу признаться об этом не пожалела. А вот причины, почему вы выбрали ЕГУ, все-таки можете рассказать? Ну, в первую очередь, обучаясь на бюджете в Беларуси, мне грозило распределение. И в ЕГУ такой перспективы не было, и это, конечно, радовало, потому что свое будущее ты можешь планировать сам. Но также в ЕГУ меня очень привлекала свобода гражданской позиции, свобода политических взглядов. Я знала, что они никак не отразятся на моем обучении, возможности прохождения обучения и так далее. И меня также привлекла академическая свобода. Например, свой дипломный проект я писала о отношениях власти и художника в 2010 году. Я приводила пример Михалка, Ляписа Трубецова и так далее. И я не уверена, что такой проект мог бы существовать. Ну, понятно, да, в Беларуси вряд ли бы. Хорошо, а вот мы только что говорили с Сергеем, с нашим гостем о разницах в преподавании в белорусских и европейских университетах. То, что в Европе образование концентрируется на исследовательской и научной работе самого студента. Это заметно вообще? Вы, наверное, можете сравнивать то, как вы учились самостоятельно и как, я не знаю, одноклассники, друзья, знакомые учились в Беларуси. То есть есть разница? Ну, безусловно, в частности в ЕГУ очень большое значение имеет самодисциплина, самоконтроль. Потому что система обучения самого немножко отличается. Насколько я знаю, в Беларуси студенты прослушивают курс лекций, а потом сессии с экзаменами, зачетами и так далее. В ЕГУ немножко не так все не откладывается на последний период сессии. Задания выполняются постоянно, и прослушав лекцию, ты выполняешь задания. Таким образом, соблюдение дедлайнов, контроль имеет очень важное значение. Ну, что? Уже на неких старейших курсах працовать и подпрацовать по специальности. По-моему, ну, это вельми важная роль просто установление как специалиста и да також просто зрозуметь, типа, что ты в уголе туда. Потому что, относительно нашей системы, часом студенты до старейших курсов в кругу не разумеют. В общем, где она будет працовать, с кем працовать и так далее. Вот как относительно этого у вас. С этой точки зрения, в частности, департамент медиа в ЕГУ готовит отлично, потому что с самых первых курсов мы знаем, что такое журналистика. Потому что, как, например, с Виктором Мартиновичем мы должны были разыскать контакты селебрити для того, чтобы договориться с ними об интервью. Мы проводили журналистское расследование. Таким образом, мы сразу вливались в работу журналиста. Что касается разочарования в профессии, то, я думаю, оно происходит у многих. Так у меня в группе тоже были люди, которые сказали, что после того, как они изучили теорию и практику, они поняли, что, наверное, журналистами они быть не хотят. А вот как на конт практики, да, это у вас, вы сейчас скажете про практику у межых занятков, да, а относно, например, параллельная праца у выданьях. Вот как, например, у Литвы. Наколько я веду, что там выдания выдаются на литовской мове. И это обовязковое потребование, например, у вогуля для працы. А вы, я думаю, пока что не ведаете литовскую мову, как на конт практики именно в выданьях? Ну, многие мои одногруппники, однокурсники работали фрилансерами, работали с литовскими изданиями на русском языке, такие тоже бывают. Работали с белорусскими изданиями. Я, допустим, работаю с Белорусским домом прав человека на сайте Белорусского домов прав человека, и мне нужно знание белорусского и английского. Таким образом, кто ищет, тот всегда найдет, и отговорки всегда есть и в Белоруссии, и в Литве, если кто-то не хочет работать. А вот все-таки немаловажная тема – перспектива трудоустройства. После выпускникам белорусского и, в частности, в данном случае, литовского вуза белорусам, кому легче найти работу, по вашему мнению и по опыту? И среди моих одногруппников не было никого безработного, кто страдал бы и не мог устроиться. Таким образом, я могу предположить, что никаких сложностей нет. Единственное, конечно, выпускника ИГУ не возьмут в Советскую Белоруссию, но он туда и не пойдет. В общем, насколько я знаю, замглавного редактора Советской Белоруссии получала образование за рубеж. И вот еще такое питание у меня. ИГУ, насколько я веду, одно из значных отражений, на мою думку, например, журналистской эдукации в Белоруссии и ИГУ, поравновывая, например, программу предметов по первому курсе, у вас великий натиск, где на выучение мов, например, замежных. Какие ошибки, может быть, вы ведете еще принциповые, например, относятся, хотя бы дотично вашей специальности, хотя бы подыходники, инши, как поравновать белорусскую систему и замежную систему эдукации, европейскую? Как я уже говорила, это, безусловно, академическая свобода, то есть свобода тем, на которые ты можешь писать свои работы. Также это более практический, на мой взгляд, подход, опять-таки, когда мы учились писать в разных жанрах, в разных стилистиках, в разных сферах, как, допустим, от гонзажурналистики до такого серьезного расследования. Также вот все практические аспекты, планирование своей статьи и так далее. И, безусловно, это, конечно, влияет на то, как подготавливается сам специалист. Таким образом, когда ты знаешь больше методик, ты можешь выбрать какую-то свою. Ну что ж, Сергей, может, у вас есть какие-то вопросы? Нет. Хорошо, Кась, спасибо большое за то, что согласились с нами побеседовать. Удачи в работе и в дальнейшем обучении. Спасибо, Иран, счастливо. До свидания. Спасибо. Здесь, может, только можно маленькую добавочку. Вопрос. Очевидно, что диплом ЕГУ у нас не признается в Республике Беларусь формально, так как специалисты с высшим образованием журналистки. Но, тем не менее, опять же, все зависит не столько от диплома, сколько зависит от мозгов человека, от того, какой он специалист в этой области. И поэтому, очевидно, если будут брать журналисты ЕГУ, негосударственные организации, и они видят, что это хороший специалист, они не будут смотреть на этот диплом. Заработная плата не зависит от диплома на сегодняшний день, а зависит от качества работы. И вот тот же пример, замглавного редактора Советской Беларуси, выпускница ЕГУ. Очевидно, что там тоже диплом. Всюду пишут, что у нее выше журналистское образование. Прекрасно понимаешь, что, скорее всего, если это единственный диплом у нее только, что это образование, что это образование у нее нет. Но, значит, если взял Якубович, значит, человек все-таки с очень интересными журналистскими мозгами. Не откажем Якубовичу в этом плане определенной персонализме. Павел Иванович, конечно, профессионал, и я думаю, что вряд ли бы он взял кого-нибудь, либо разрешил учиться. Он очень специфический человек. Вот я думаю, что государственные организации, наверное, не возьмут человека с дипломом Западного университета, если он единственный. Да. То есть в государственных организациях все-таки должен быть белорусский диплом. Якубовичей, которым могут позволить себе такое не так много, в подавляющей большинстве чиновник не возьмет. Для него это важно. Придет контроль, определит, почему ты получаешь зарплату на такой должность, который должен быть специалистом. Почему он должен быть в высшем образовании, а высшего образования нет. Кому это надо, такая головная боль. Поэтому вполне очевидно, что здесь есть определенные проблемы с признанием дипломов и с работой тех специалистов, которые отучились за пределами Республики Беларусь в Республике Беларусь. Как скажем и обратное, точно такая же проблема и с белорусскими специалистами, которые выезжают за пределы Республики Беларусь. Это может быть в меньшей степени касается студентов-естественников, поскольку естественное образование у нас до сегодняшнего дня еще достаточно хорошее. Это, естественно, я имею в виду химическое, физическое, математическое, биология. Вот специалисты находят при выезде за Республику Беларусь, находят себе место работы и вопрос с дипломом не рассматривается. А вот специалисты с гуманитарными специальностями, как правило, по своей специальности устроиться не могут. Здесь много проблем и знания языка, и непосредственно неверие к гуманитарному диплому. Но тут есть и третья проблема. Достаточно большое количество специалистов-гуманитариев, которые окончили аспирантуру за пределами Республики Беларусь и защитили не магистерскую, а именно докторскую диссертацию. В том числе, вот я могу говорить про юриспруденцев, в том числе и английский, либо итальянский университет, тоже баллонский университет, например, баллонской степени, которые тоже ездят по европейским университетам, по году преподают и не могут устроиться нормально, являясь сами по себе очень качественными специалистами. Берут в основном своих граждан Европейского Союза, а раз ты не гражданин Европейского Союза, то тут есть определенная проблема в трудоустройстве. Поэтому здесь нельзя сказать, что в республике... Но это в основном касается гуманитарии. Да, гуманитарии, естественно, это только гуманитарии. Что касается естественников, намного легче. Здесь в первую очередь, конечно, оценивают уровень профессионализма. Если человек качественно работает, если он хороший профессионал, здесь наличие, отсутствие диплома, диплом он советский, белорусский, либо еще какой-то, не играет никакой роли. Хотя, очевидно, на диплом смотрят, и все зависит, опять же, от страны, но подавляющий большинство на диплом смотрят. То есть для того, чтобы определить базу образования, которое человек получил, исходя из базы образования и всех остальных достижений, дальше уже смотрится возможность работы. Ну, это скорее общая тенденция, потому что, я думаю, это касается... Ну, в принципе, просто в гуманитарной области очень сложно оценить качество работы человека. Ну, в общем, да. И здесь, наверное, просто играет значение то, что университет – это бренд. То есть, ну, как бы известно, что у выпускников Оксфорда, Кембриджа, Сорбоны или Стэнфорда, да, знаний может быть даже меньше, чем у выпускников Белорусского государственного университета. Но возьмут скорее выпускников все того же Оксфорда или Стэнфорда. Да, это просто бренд. Но белорусские выпускники Оксфорда, к сожалению, котируются намного меньше, чем, скажем, те же европейские выпускники Оксфорда в Европе. Вот тут есть маленький нюанс. Ну, здесь, да, здесь скорее набор университета плюс национальность, это само собой. Не национальность, а гражданство. Ну, гражданство, да, да. Здесь я с вами соглашусь. И здесь мы снова возвращаемся к проблеме, мы говорили об университетах, забюрократизированности процесса, невозможности смены программы в течение года и прочее. Сейчас вроде бы идет реформа, переход к четырехлетнему образованию, это изменит что-нибудь? Либо, понимаете, чисто переход к четырехлетнему образованию, к пятилетнему, к шестилетнему образованию должен требовать существенного изменения и программ подготовки студентов и общей нагрузки студентов. Давайте говорить о том, что в советское время существовало как пятилетнее образование, так и четырехлетнее образование. Педагогическое образование, вот, в пединституте напротив Белорусско-государственного университета всегда было четырехлетним образованием. И считалось, что для, может, были какие-то отдельные специальности пятилетние, но в основном четырехлетние. Считалось, что для учителя достаточно четырех лет для того, чтобы подготовить качественного преподавателя. И те же преподаватели, которые учились в БГУ, вот из моего выпуска около половины студентов ушли преподавателями химии в школы. Мы учились пять лет, так. И мне очень сложно оценить, лучше ли были учителя с химфака БГУ, чем учителя химики, которые выпускались через площадь из педагогического института. Наверное, в чем-то были наши лучшие. Чуть больше эрудиция, больше возможность, склонность к инновациям, получение каких-то определенных знаний. Поскольку в той или иной степени всех, если не занимались, то чуть-чуть хоть заставляли заниматься еще научными исследованиями, даже тех, кто были студенты будущего учителя. Чем те будущие педагоги. С другой стороны, у педагогов было намного больше именно составляющие по вопросам, связанные с психологией, с педагогикой средней школы, которая меньше изучалась у нас. Поэтому здесь, конечно, сложные вопросы. Поэтому на сегодняшний день вполне очевидно, что по ряду специальностей, 5 лет учебы, оно совершенно не нужно. И получить качественное образование, опять же, как мы говорили, при сокращении непрофильных дисциплин, которых слишком много практически на всех специальностях. Естественных, гуманитарных, технических. И можно получить качественное высшее образование и в 4 года. Но 4-летнее образование – это базовое высшее образование. А дальше мы уже говорим о том, к чему Беларусь должна стремиться. После этого должно быть магистерское образование и получение первой степени специалиста-магистра. А это уже 5-летнее либо 6-летнее образование. И после этого получение уже докторской степени. А на сегодняшний день Беларусь так и не пришла к получению магистра. Где-то есть данный магист, но этот магист, непонятно какой магистр белорусский. Насколько магистры белорусские соответствуют магистру, тому же Аксфордскому, Лунскому, либо Варшавскому. Или Вильнюсскому. Тут, как было сейчас сказано, это сложно сказать. Наверное, все-таки у нас немножко иные понятия. Хотя 5-летнее образование, наше университетское, она фактически считается, что это магистерское образование. Но не признается как магистерское, а признается как высшее образование. Вот поэтому очевидно, что можно безболезненно сокращать базовое высшее образование по многим специальностям до 4 лет при уменьшении иной непрофильной нагрузки. И конкретно учить студентов в подавляющем объеме материалов по той специальности, на которую студенты пришли. Представляется, что это будет не хуже и сократит для подавляющего большинства студентов. Вряд ли все хотят. Процента 80 ограничится базовым образованием. Конечно, что будут удалять непрофильные предметы. Да, естественно. Процента 80 базовое образование, а дальше те, которые склонны к исследованиям, к различным инновациям, они будут получать магистерское образование, будут получать поствузовское образование, защищать кандидатскую, докторскую. Либо мы тоже, наверное, придем. Россия сейчас обсуждает вопрос о том, чтобы две степени убрать и вернуться только к одной степени, которая будет называться доктор наук. Насколько целесообразны данные две степени, то есть непонятно. Я думаю, то же самое будет у нас в Республике Беларусь. Но это требует уже прихода к обучению и к тому вопросу, о котором, я думаю, что, скорее всего, будем говорить, это баллонский процесс. Да, но вот про баллонский процесс и реформу мы, наверное, продолжим. У нас как раз на совете студентка, его так само. И она нарушается на международном праве. Это Мария Слепцова. Добрый день. Мы вот как раз говорили, незадолго до того, как вам позвонить, Мария, мы говорили о том, что гуманитариям с белорусским гражданством, с белорусским образованием очень сложно найти работу вне Беларуси. Как вы считаете, это правда или нет? Ну, я притремлюсь и таких козырьков, что люди, коли захочутся на все, дознают себе працу, а ли просто с белорусским грамадянством в это нашма складание, чем, например, грамадянство не развязано. Ну, это да, это естественно. Хорошо, вот мы говорим о системе образования Беларуси и отличие ее от западной системы образования. Вот по вашему мнению, чем все-таки белорусская система отличается от европейской? Основные отличия, базовые. Покольки у меня есть досвид в намечании в белорусском МНУ и в ЕВУ, и тому я могу поравновывать, хоть бы это два-две установы, я могу сказать, что первое отрознение это, конечно же, академичная свобода, потому что в ЕВУ можно ответить на все, что тебе захочется, а в Беларуси все-таки это обмежевано. А в ЕВУ больше, и вовле в европейской системе, мне кажется, больше такой метод-керованная, больше метод-керованная эдукация, и она больше накерованная, наверное, саморазвития у человека. В Беларуси это, на жаль, не хватает. А как у вас датичный подход? Да, у нас сейчас так же ведутся дискуссии на контакт перехода на 4 года научения, но проблема в том, что сами выкладчики, например, те же самые университеты ведут дискуссию, об том, что просто это на начале будет потребовать просто скорочение программы минавито датичной специальности, предметов по специальности. А вось агульно университетский блок дисциплин, и он застанется таким же, потому что у нас нормами затвержено. И есть, например, у вас такой, так само некий замасованный блок, например, агульно-эдукационные такие предметы, которые на любых амальспециальностях есть? И больше, как вы скажете, метод-керованный профиль на вашей специальности где? Нет, у нас есть, у нас первые два года, где даже больше таких агульно-университетских курсов, но они, и снова же, они не кереваны на развитие человека. Это курсы по философии, это курсы по мастерству, это курсы по социологии. И это все, фактично, будет потом важно навык для специализации такой, как право. Потому что без, наприклад, разумения социальных процессов немогчимо разуметь, как потом применять в это право. Курсы иснуют, а я, наприклад, у белорусскими, у нас были курсы по радиологической безопасности, у нас были курсы технологии, но я лишу эти курсы абсолютно, наприклад, бесценсионными для человека в будущем. Потому что, как вырутовываться от ядерной бомбы, это максимум количеств и потребуется, но мало вероятно. Было бы интересно по шуту. В общем, эти отразливаются подходы до выкладания в вашем университете. Потому что, ну, зрозумело, у нас, завершенно, зараз такая система заховывается, как и в Советском Союзе, да? Это завершенный блок лекций и семинаров. Тебе поддерживаются такой же структуры, наприклад, европейские университеты? Структура, прикладно, такая, с невеликими изменами. Но я просто сенсу в том, что, по-перше, тут идет больше фокуса на семинарские занятки, хотя даже больше фокуса идет на самостоинную працу. Но у нас больше семинаров здесь, чем в Беларуси. Я не могу поравновывать по годинам, если кажется, что мне просто так подается. Это праца в дистанционном системе научениях. Это, значит, некая самостоинная праца, эссе, рефераты и посылание их выкладчику. Но я просто на семинарах головная трогана на мой взгляд. Это то, что в Беларуси заповывается такая хрестоматыйная некая хрестоматыйная эдукация, когда мы читаем просто подручник, який уже перепрацованный десять разов кемстей. Это просто такая, навык не адаптация текстов, а просто выкладание основных идей. А у Ягу мы працуем фактично с текстами усими авторов. Мы читаем философов, мы читаем социологов. Не в оригинале, конечно, с большего, но то, когда ты сам читаешь эти идеи и перепрацовываешь в голове, это, по-перше, учитывается думать, а по-другому, это больше ты имеешь уявление, про что эти люди писали. А вы, вася Тяпер, имеете опыт, вы не шкадуете, что поступили миноваты и научаетесь за межой, а не в Беларуси? То, что я покупала Ягу, я декладно не шкадую, но питание межи и Беларуси для меня достатково болюще, потому что, напомним, я и выбрала Вильнюю, это университет, где я могу научаться на своей родной мове, и в Вильнюю не так далеко знаходиться от Беларуси, потому что, ну, например, для меня, особенно, это довольно тяжко знаходиться далеко от дома и от краины своей. Но мне кажется, что досвид научения за межой, ну, это вельми добрый досвид, який, конечно, не поздно повинен отримать, или те, кто хочет, те, кто оправдывает, то, конечно, повинен спробовать поступить и учиться тут. Ну, я думаю, наверное, было бы полезно и белорусским студентам проучиться хотя бы один семестр где-нибудь за рубежом. Да, просто пора унать. Да, да. Во всяком случае, насколько я знаю, это практикуется в рамках Болонского процесса. Да. Ну, Болонский процесс... Я прошу прощения, мы, наверное, может быть, попрощаемся с... Да, да, да. Да, дякую вам, Мария. Великий дякую. Большое спасибо. Вот, очевидно, Болонский процесс, он хорош тем, что он дает возможность мобильности студентов. Студент может выбрать, продолжить свое образование не только в своем родном университете, но и по этой же специальности пройти определенный курс в другом университете другой страны. Ну, это в идеале, конечно. В реальности не всегда так получается, не всевозможно. Есть вопросы, связанные и с проживанием, и с оплатой, которые налагают серьезные ограничения на вот такую подвижность студентов. Тем более, Беларусь не страна Евросоюза. Вот. Но это было бы, наверное, замечательно, поскольку и представляется, что определенная часть наших студентов, очевидно, воспользовалась бы этими возможностями и получила бы маленький кусочек образования еще и европейского, что было бы очень полезно с профессиональной точки зрения. Человек, который получает белорусское образование, человек, который даже часть получает европейское образование, потом в своей CV указывает это, очевидно, будет более востребован на рынке, чем другой человек сточит такими же качественными мозгами, но без европейского образования. То есть, это кругозор. Да, естественно. Считается, что дополнительное образование в другом вузе несколько расширяет кругозор, увеличивает интеллект. Ну, вероятно, да. Человек способен учиться в разных вузах, одновременно воспринимать знания, учиться на разных языках. Контактировать с людьми другой культуры. Естественно, данный человек будет более конкурентоспособен на рынке. Поэтому возможность участия Республики Беларусь в балансском процессе необходимо было бы крайне приветствовать. Это привело бы к появлению у нас здесь большого количества серьезных специалистов, которые могли бы работать здесь и развивать Республику Беларусь. Сейчас же, к сожалению, и человек, который не может себя реализовать из Республики Беларусь, он выезжает за границу и работает вне зависимости, называется, от своей специальности. И, скорее всего, не вертается. Да, и, скорее всего, не возвращается. Вот с тех же факультетов международных отношений, если мы проведем, наверное, анализ, окажется, что, наверное, процентов 50, как минимум, выпускников факультетов международных отношений БГУ уезжают за границу и являются потерянными для Республики Беларусь. Конкурс высокий, уровень интеллектуальный очень высокий, и мне кажется, что эти студенты, оставшие здесь, являлись бы, в общем, крайне квалифицированными и полезными для нашей страны бы специалистами. Я думаю, мы говорили о мобильности студентов в рамках Болонского процесса, но, по-моему, не менее важный вопрос – это мобильность преподавателей, потому что там тоже предусмотрена возможность, не только возможность, а необходимо, чтобы университет, участвующий в Болонском процессе, приглашал преподавателей со стороны, чтобы преподаватели также ездили бы преподавать и другие университеты. Это ведь важно не только для студентов, но и для преподавателей, это повышает качество, повышается качество. Конечно, конечно, здесь огромная проблема. Я к вопросу мобильности преподавателей вспоминаю те же советские времена, я ежегодно участвовал как минимум в двух-трех каких-то, ну, очевидно, всесоюзных конференциях, либо республиканских куда-то ездил. Волонский процесс в рамках СССР. Да, Волонский процесс в рамках СССР, где приезжали, встречались со своими коллегами из других городов Советского Союза, обсуждали проблемы, и это огромную пользу приносило. Сейчас же подавляющее большинство разных международных, так сказать, всероссийских, белорусских и прочих, они в основном заочные. Ты отправляешь материал, так, а потом получаешь и смотришь то, что там что-то опубликовал. А вот реальных контактов очень мало. И второе, раньше университеты находили министерство образования, деньги, некоторые специалисты могли выезжать за пределы Республики Беларусь. Мне, например, не повезло, поскольку на конференцию сначала нам, когда-то у меня в Чехии так было, дали место, а потом оказалось, что наше место занял близко находящийся в Москве. Поближе к власти был и пробили место. Либо второе, в Финляндию поехал мой заведующий кафедрой, так, по, естественно, совместно написанной работе мной и им. А не я. Это тоже было вполне естественно, поскольку разный вес был, наверное, у нас. Но, тем не менее, имели еще какую-то возможность выезда. В начале 90-х годов, когда я еще работал в БГУ, можно было найти гранты за пределами Республики Беларусь и выехать на международные конференции в Европу. Наверное, они остались и сейчас. Насколько мне известно, университет, в общем-то, приветствует выезд. Но это дело непосредственно самих специалистов, самих преподавателей найти, поехать и получать стажировку. В том же мединституте, вот мои знакомые коллеги, у достаточно большого количества тех, кто владеет языками, выезды есть на стажировки в те же, например, Германии или какие-то другие страны. Получение дополнительного образования, которое очень котируется и в работе, и в дополнительной работе практической, поскольку многие медики, кроме преподавания, все они фактически, все должны еще работать и практически, иначе они диспансируются, не могут научить студентов. Там это очень приветствует. В других вузах каждый находит самостоятельно. Понятно, что сложная экономическая ситуация, что нет денег, но если специалист не проявляется и пишет только статьи, его другие знают достаточно мало. И данного специалиста практически не пригласят. А ведь приездлю другой университета не я, но просился дать мне прочитать курс лекций, а приглашают на курс лекций для того, чтобы этот специалист свои знания передал студентам. Вот, к сожалению, у нас таких здесь, в Республике Беларусь, которые приезжают, которые передают, есть, но не очень много. И это, может быть, те люди, которые где-то уже когда-то выезжали, зарекомендовали себя, их регулярно где-то там раз в год приглашают, они получают нормальную практику. Улучшается, что в этом области не отстали. Да, мы очень здорово отстали. И здесь необходимо, наверное, все-таки две вещи делать. Стараться направлять хороших, качественных преподавателей на стажировку. Даже не на курсы лекций, а на стажировку. Так, за пределы Республики Беларусь, для того, чтобы они знакомились с процессом. Для того, чтобы они могли понять, чем отличаются, какие инновации можно внести в наш белорусский процесс, даже в рамках нашей белорусской системы образования. Так, и очевидно, это приведет к увеличению возможностей для преподавателя свои курсы передавать. Ведь вполне естественно, что существует определенная потребность и в наших преподавателей, особенно для тех специальностей, которые ориентированы на работу со сторонами постсоветского пространства. У нас достаточно общая, наверное, это же правовая система и так далее. Она, естественно, отличается от страны к стране, но много общей осталось из Советского Союза. И здесь можно говорить, можно преподавать, можно сравнивать. Думается, что это было бы полезно. Ну и, очевидно, тот опыт, который там получают специалисты, он всегда может быть востребован здесь. Преподавая международную дисциплину, на том же факультете международных отношений, если ты только работаешь здесь, в Республике Беларусь, и по литературе изучаешь международный опыт, то ты, наверное, не такой качественный специалист, чем если ты там еще прошел дополнительную стажировку, изучил еще и возможность преподавания этой дисциплины там, изучил право той страны непосредственно в атмосфере этой страны, и потом перенес его студентам. Тут массы практических примеров будут, и студентам интереснее будут, и легче преподавателю работать, и студенты больше узнают. А вот иностранных преподавателей у нас приглашают, потому что я вот помню, как раз на факультете международных отношений БГУ учился в начале 90-х, и у нас преподавали, приезжали профессора из американских и германских университетов. Сейчас есть такая практика? Есть. На ФМО БГУ есть. ФМО БГУ все-таки это престижный вуз, и он находится на особым положении, и они имеют определенные возможности для приглашения, определенные, не очень широкие, но определенные возможности для приглашения иностранных специалистов и на рассчитывания курсов лекций. Более того, специалисты, студенты ЕГУ, ой, прошу прощения, студент факультет международных отношений БГУ обязаны знать один из иностранных языков. Вот два как минимум, точнее, можно было говорить, это английский язык, как правило, либо в меньшей степени немецкий, плюс еще там дополнительные к нему испанский, французский, шведский, то есть зависимость от масла. Поэтому для них небольшая проблема слушать лекции на родном языке данного преподавателя, вот, и это двойная польза. Во-первых, дополнительные, так сказать, знания в профессиональном иностранном языке, что очень важно, и легче общаться будет, когда приедет, говорить исключительно по специальности. Так, и второе, получение действительно качественных знаний от приглашенного профессора. Что касается других вузов, то государственных вузов, то вполне очевидно, что здесь намного тяжелее. Думается, что тот же университет мог бы, наверное, более широко, у него серьезный рейтинг относительно других вузов Республики Беларусь. Может быть, единственный вуз, который имеет более-менее нормальный рейтинг в Республике Беларусь за рубежом, он мог бы себе это позволить. Что касается других вузов, я боюсь, что... И финансовые возможности. Там, кроме финансовых возможностей, еще надо найти такого преподавателя, который бы поехал, скажем, в периферийный вуз и попробовал там отчитать курс лекций. Может быть, если он только выходец из Республики Беларусь и по ностальгии поедет для того, чтобы можно было отчитать. Намного тяжелее, поскольку... Здесь, в общем-то, зависит возможность приезда от двух составляющих. Первое, насколько котируется вуз и насколько ему выгодно в этом вузе читать курс лекций. Ну и вторая составляющая, она меньше имеет значение. Это оплата труда данного приглашенного профессора, которая очевидна, чем менее котируется вуз, тем меньше. Либо она находится на каком-то установленном уровне, и поэтому профессор едет, в общем-то, осуществлять гуманитарную деятельность в Республику Беларусь, что требует, естественно, для него какой-то моральной составляющей для преподавания. Вот, я думаю, что как раз по поводу мобильности мы сможем поговорить с нашим третьим скайппостем. Сейчас вот... А, вот, здравствуйте. Это у нас Максим Милта, или Милта, я прошу прощения. Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. Да, студент четвертого курса программы «Культурное наследие и туризм», глава студенческого представительства ЕГУ. Нет, 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 я был главой несколько лет назад, я вице-президент союза студентов Литвы. Ага, ну вот, поздравляю с повышением. Я прошу прощения, у меня сегодня вторично уже в программе устаревшие данные. Что поделаешь. Мы вот как раз тут сейчас говорили о системе образования в Беларуси, и не участие белорусских вузов в баллонском процессе, а также о мобильности студентов и преподавателей. Насколько я знаю, Литва, Литовская республика входит в баллонский процесс, равно как и ЕГУ. Вообще, студенты ЕГУ пользуются возможностями мобильности в образовании? Многие ли студенты получают в течение семестра или двух семестров образования в других университетах? И много ли иностранных преподавателей преподает в ЕГУ? Спасибо за ваш вопрос. Если честно, я думаю, что это действительно очень существенный вопрос мобильности, потому что он актуален не только для одного университета, в котором я учусь, например, Европейский гуманитарный университет, но и для многих стран, как Литва или всех других стран Европейского Союза и всего европейского пространства высшего образования, или то, что мы называем часто по-русски баллонским процессом. Сейчас, как мне кажется, в моем университете, в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе учатся чуть меньше двух тысяч человек, из которых на постоянной форме обучения, это что-то близкое к очному форму обучения, которое есть в Беларуси, но это примерно не то же самое. Научится примерно 750, как мне кажется. И чаще всего именно студенты постоянной формы обучения могут участвовать в программах мобильности, не только Erasmus, но и в иных программах, как, например, Campus Europa либо Nord Plus либо какие-то двухсторонние обмены и так далее. И в этом отношении, насколько мне кажется, в прошлом году количество студентов, которые участвовали именно из одного маленького EGU по литовским меркам, это действительно маленький такой камерный университет, участвовало в программах мобильности свыше, мне кажется, 55 человек, если мне не сменяет память. Здесь я имею в виду не только программу Erasmus, которая наиболее популярна во всей Европе, и, конечно же, не только из-за масштабов финансирования, но из-за того, что ты можешь выбрать действительно очень большой список университетов, скажем, начиная от Португалии и заканчивая Финляндией, то есть весь большой Европейский союз, с одной стороны. С другой стороны, есть отдельные программы, как, например, Campus Europa, которые уже больше уделяют внимание именно качеству образования и больше уделяют внимание тому, чтобы студент, когда он учится в другой стране, в другом университете, он смог изучить не только, учиться не только на английском языке, но и на родном для той страны языке. То есть, скажем, те студенты, которые едут по Campus Europa, студенты из моих программ и однокрупники, которые сейчас учатся в Португалии, например, в университете Авера, из моей группы как раз-таки несколько человек это делает, то они первый семестр учатся на английском языке, в свою очередь второй семестр они учатся уже на португальском языке, потому что первый семестр они тратят для того еще, чтобы параллельно с учебой на основной программе изучить местный язык. И поэтому мне кажется, что это вообще парадоксальная ситуация, когда в случае университета, в котором я учусь, где, ну, абсолютно большая часть студентов, это примерно, я думаю, процентов 98, они именно граждане Беларуси, они участвуют в программах мобильности куда больше, чем вообще все студенты из Беларуси, которые участвуют в аналогичных программах. То есть, например, тот же самый Erasmus, который для Беларуси трансформирован, конечно, в Erasmus Mundus. И поэтому я думаю, что болонский процесс, помимо того, что он действительно уделяет значительное количество внимания повышению качества образования и гармонизации высшего образования в Европе, он полезен еще тем, что студенты участвуют, и не только студенты, но и преподаватели, администрация участвует в программах мобильности, что действительно повышает и конкуренцию, и, я думаю, что компетентность. Ну вот. И в этом отношении это отражается также и на преподавателях. И я могу привести очень простой пример. У меня на прошлой неделе закончился курс, я уже на четвертом курсе учусь, это последний курс бакалавриата в Литве, потому что в Литве 4 года составляет бакалавриат, в среднем 1,5-2 года магистратуры и дальше уже PHD или докторантура от 3 до 6 лет. Так вот, я заканчиваю бакалавриат, и у меня на прошлой неделе, например, закончился курс, который мне преподавал преподаватель, который специально приехал из университета города Лугану в Швейцарии. Ну вот, она преподавала этот курс, например, это были новые медиа в туристской коммуникации, я думаю, если это перевести на русский, то она преподавала этот курс на английском языке, и, как бы, я думаю, что это один из примеров того, как преподаватели, вне зависимости от того, какой у них родной и основной университет преподавания, насколько они мобильными могут быть. И то же самое происходит в каждом семестре, когда по два, по три курса, то есть это примерно половина всех курсов, они приезжают, преподаются именно преподавателями-визитерами из самых разных стран, это чаще всего, конечно же, страны Европейского Союза, для тех, кто изучает право, то это, конечно, такие классические, знаете, страны с очень сильными правовыми системами, как Германия, я думаю, или Франция, для тех, кто изучает другие программы, соответственно, по именно тем, специальностям и тем, каким-то компетенциям преподавателей это происходит. И так происходит во всей Литве, в том числе в Европейском гуманитарном университете. Тут я еще цикавываюсь закрануть финансовый бок, как эта программа у дела, площадь, ким, и так далее, потому что та же самая эдукация у Беларуси зараз вельми такое вострое пытание на конд оплаты, потому что зараз шмат студентов, например, выбирают навышения у той же самой Литве, потому что фактично зараз оплата за эдукацию у БДУ и у тем же самым ЕГУ амаль, что совпадает. То же самое дотична кошта, например, кватеру сдымать, ну, прикладное, не то же самое, но просто студенты становятся перед выбором, когда они уже оценивают свои силы, и они не различают на бюджет, и пытание стоит только за грошами, а гроши амаль не одрозниваются, то специалисты, будучи специалисты, и он заинтересован отримать ваш диплом, может быть, европейский. И просто интересно с того пункта что финансы тут вельми одну из самых головных ролей играет. Что на конту того, кто финансирует эти программы, в которых вы сейчас мобильные? Спасибо вам за вопрос. На самом деле, частично вопрос о финансировании оно источное не только для студентов из Беларуси, именно для тех, кто учится в беларусских высшейших научных основах, однако для тех студентов, которые учатся и в других странах, я думаю, что это очень актуально для Литвы сейчас, но, скажем, именно для беларусских студентов, которые находятся в такой дилеме. Мне кажется, что, особенно для меня, что опыт в учебе в университете это нечто большее за то, чем только учебная программа, на которой ты учишься, с одного боку, а с другого боку это полные компетенции и полные навыки, которые я не знаю, если ты держишь, когда ты живешь в том самом городе, в той самой стране, в которой ты родился, и она провела большую часть своего жизни, потому что некоторые отношения с другими людьми, с другими культами, с другими странами, они мне помогают в жизни, не только в отношении к вопросу или многих других. Что касается мобильности, то каждый студент, который учится в университетах и коллегиях, которые находятся в Литве, которые подписали карту Erasmus, это документ, который позволяет высшей школе удельничать в программах мобильности, когда он становится добранным, а его не отбор, и он залежит от певных квотов, которые каждая из края у деяльников программы Erasmus отрымливает. Например, в прошлом году из Литвы выехало по программах обменов 3500 человек. Но если сравнить с тем, что было за год до этого, то это было 3000 человек. Мы видим, что это увеличивается сколько студентов из Литвы, студентов ЕГУ и других университетов, и самых разных стран, которые учатся здесь на 15% в год. Я думаю, это очень хорошие показатели. И когда ты становишься добранным в программе Erasmus, это самая популярная программа, то ты отрымливаешь финансование от Европейской комиссии в виде степенции. Однако твоя степенция зависит от двух показателей. С одной стороны, это зависит от того, с какой страны ты едешь. В нашем случае это Литва, потому что никто не не смотрит на то, на гражданство. Но есть другие программы, где на гражданство зависит, но не в этом случае. И другой показатель – это та страна, которую ты едешь. И кошт житая. Потому что это видовочно, когда ты едешь в Финляндию, и когда ты едешь в Польшу, то в Финляндии будет все дороже, чем в Польше. И одночасово это значит, что тебе надо будет выдачивать больше на ежу, на проживание, на книги, на все остальное. Но ты, как студент, не можешь быть дискриминованным по тому признаку, какой страны, выделник Европейского Союза, что ты едешь на учебу на семестр по неких обменах. И тому это значит, что ты отримешь те самые изнижки на, скажем, громадский транспорт, те самые изнижки на некие, не ведуя, музейные установки, те ощущения, что в принципе ты отримешь те самые правы, что отримешь любые инши студенты, которые живут в той самой краине, в которой ты приехал учиться. Однако, здесь поустые пытания финансования. Например, я веду, что мои коллеги, одногруппники, которые сейчас поехали в Португалию, некоторые поехали в Ишпанию, это такая интересная тенденция, что студенты, которые выезжают в осеннем семестре, не учатся в теплых странах. я думаю. Ну, что ж, хорошо. Хотелось бы еще раз пытаться, а вы сами, как плануете, после закончения университета вернуться в Беларусь, и, может быть, протягивать, уже працовать за мяжей. Это один случай. Не смотря на то, что я разговариваю по-беларусски, у меня литовское гражданство, я сам из Литвы. Это невеликие студенты из Литвы, именно в Веленчуке, они так само учатся в европейском гонитарном университете, но их, безумовно, не так шматы, как беларусы. И я, зараз я, конечно, думаю об магистратуре, я уже подал документы у некоторой университеты, например, я вот этот день подал документы у Швецию на некоторой магистратуре, но, хоть за все, буду подаваться так само в Литве. Тут будет пустое два пытания. Якости и кошту. Я думаю, что пытание якости больше уваги надам ему, но в любом случае я планую вертаться в наш регион. И, видите, я достаточно часто езжу не в Беларуси, из Литвы, не только в Беларуси, а также в нашим регионам между Балтыйским и Черным мором. Я думаю, что на самом деле мы можем еще заработать в хороших вещах экономических и культурных. Я думаю, что многие люди, которые учатся в нашем регионе, они 5-10 лет узнают именно теми, кто будет створать нечто новое, чего тут не было или чего еще не достает. Безумовно, Беларусь – это одна из своих стран, которая мне подается будет наиболее великим опытом на таких студентов. Спасибо большое, Максим, за то, что согласились с нами поговорить. Ну, я вот хотел сказать, что у нас сейчас подходит к концу. так, да. может быть, подведем как-то общую черту под то, о чем мы говорили. Вот, белорусская система образования все-таки изменилась, но не сильно с советского времени, и, мне кажется, она все-таки сильно нуждается в реформировании. Да, вы правы, белорусская система образования изменилась. Мир меняется, естественно, меняется, меняемся мы, так мы не можем оставаться в прошлом, соответственно, меняется немного и система высшего образования Беларуси. Вместе с тем, ей необходимо еще модернизироваться, чтобы, получив высшее образование, мы могли быть, то есть специалисты с высшим образованием Республики Беларусь могли быть конкретно способны. не только здесь у нас в своем маленьком национальном пространстве, но и в общем, общеевропейском пространстве. И здесь под общеевропейским пространством я бы не ограничивался на запад от Республики Беларусь, а конкурентоспособны и в России, и в Казахстане, и в Прибалтике, и на Украине, то есть те страны, которые тоже в той или другой степени модернизируют свою систему высшего образования, и которым требуются качественные специалисты. Тоже Казахстан нам тоже может являться определенным примером, поскольку в Казахстане система подготовки специалистов с европейским образованием поставлена на государственный уровень. Казахстан оплачивает учебу в Европе студентов с хорошим потенциалом, которые возвращаются в Казахстан на очень высокую зарплату. уплату, и у них очень серьезный карьерный рост, как профессиональный, так и административный, и там практически нет студентов, которые бы не вернулись из Казахстана. На сегодняшний день, вот я прочитал, премьер-министр Мясникович рекомендует белорусским фирмам оплачивать учебу студентов в Европе для того, чтобы они там обучались, потом возвращались на фирму для работы. Но здесь тоже подобная практика тоже может иметь место. Наверное, требуется, чтобы данные деньги, которые потратили данные организации, каким-то образом стимулировались государством. Тогда будут выделяться, будут отправляться, поскольку не очевидно для многих белорусских организаций, зачем им учить студентов в Европе, а потом приезжать сюда. И мне кажется, что здесь роль государства тоже должна была быть достаточно серьезная, и вполне вероятно, тоже казахстанский опыт для Беларуси мог бы пригодиться. Если специалист будет себя чувствовать, что он здесь найдет качественную работу, что он будет востребован, что у него будет возможность роста, я говорю еще раз, любого профессионального, карьерного, потому что каждый из нас, в общем-то, в этом заинтересован, думается, что будут возвращаться сюда, в Республику Беларусь, и не будут искать работу. Для этого уже профессионального карьерного роста за ее пределами. Ну так, ну все, ладно. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим. Напомню, что у нас в гостях был Сергей Альфер, юрист, доцент Белорусского института правоведения, программа «Дискуссия поколений», программа «Вели Александр Ласкин» и Ксения Илья Шевиш. Спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok «Алла» 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 «Алла»